Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первому соборному посланию апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Сегодня мы будем читать и делать обзор третьей главы этого послания. В этой главе апостол возвеличивает любовь. Одно из наименований этого апостола – апостол любви. Он возвеличивает любовь Божию, явленную нам в усыновлении Богу Отцу через Сына Его Господа нашего и Спаса Иисуса Христа. Об этом с первого по второй стих. На этом основании убеждает нас быть святыми, об этом третий стих, и не грешить, об этом с четвертого по десятый стих. Он настойчиво призывает нас к братолюбию с одиннадцатого по восемнадцатый стих. «Учит, как мы можем успокоить свое сердце перед Богом». Об этом с девятнадцатого по двадцать второй стих. «Заповедь веры» – об этом двадцать третий стих. «Польза от послушания» – двадцать четвертый стих. Итак, мы читаем первый абзац, где говорится о том, как важно возвеличивать любовь Божию, явленную нам в нашем усыновлении Богу Отцу через Сына Его Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И мы читаем с первого стиха и ниже. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». В этих словах заложена величайшая мысль. Нам надо не просто называться детьми Божьими, нам надо быть ими. В свое время русский религиозный философ Николай Бердяев рассуждал на следующую тему – «Быть или казаться?» Какая серьезная разница, какая серьезная пропасть лежит между этими понятиями – «быть и казаться?» Здесь говорится о том, что мало называться. Надо быть детьми Божьими. Второй стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, и что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Увидеть Бога мы сможем, только очистив наши сердца, ибо чистые сердца могут узреть Бога. В окончании первого стиха мы прочитали «Мир потому не знает нас, что не познал Его». Немножко непонятно. Разве мир не знает о том, что в этом мире есть христиане. Да, они знают, что есть христиане. Но кто такие христиане? Что они из себя представляют? Мир этого не знает. А мы знаем, что мы дети Божьи. И не только это, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Таким образом мы устанавливаем, что преображение рода христианского будет совершаться не только в формате этой жизни, но и в формате жизни будущей. И будет заключаться в вечном уподоблении Сыну Божию, Господу Богу и Спасу нашему, Иисусу Христу. Святитель Амврусий Медиаланский пишет, «Сейчас наша немощная плоть тленно и в обычном состоянии тело подвержено ранениям или язвам. Оно не может подняться над землею, отягощенное своим весом, и пойти по воздуху. Но мы чудесно преобразимся в прекрасное простое творение, когда совершится, сказанное Иоанном, возлюбленные. Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Так как природа Бога проста, ибо Бог есть Дух, то мы также изменимся по Его образу. Здесь святитель Амврусий Медиаланский цитирует апостола Павла. «Каков небесный, таковые небесные. И как мы носили образ перстного человека, перстный человек – это Адам, созданный перстами Бога. Будем носить и образ небесного». Это 1 Коринфянам, 15 глава, 48-49 стих. И Амврусий Медиаланский оканчивает свое рассуждение словами, «В который должен облечься наш Дух». То есть, в который образ, образ Христа должен облечься наш Дух. Преподобный Иустин Попович пишет, «И каждое чадо Божие растет возрастом Божьим, в мужа совершенно, в меру возраста исполнения Христова и увеличивает Церковь, увеличивает тело Церкви со всеми святыми». Спаситель нам даровал в своем богочеловеческом теле божественные, животворные силы, которые нам необходимы для Христотворения и во Христосывания, для Церквитворения и Христооцерквления, да подобны Ему будем. Это Христотворение и Христоподобие дает человеку всеобъемлющее представление о Боге-человеке в полном сиянии Его богочеловеческих совершенств, поскольку узрим Его, каков Он есть. Самое глубокое и истинное, единственное и верное познание Христа может быть достигнуто только с вохристосыванием и христотворением, поскольку мы становимся, как Он, подобными Ему. Конец цитаты. И действительно, в Новом Завете, например, мы находим такие слова. Это послание к филиппийцам, первоверховного апостола Павла, 3 глава, 20-21 стих. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего, Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет Себе все. Вот одна из причин, почему Христос преобразился перед учениками. Он показал ту славу, которая ожидает их. Ибо Бог не может преобразиться, Бог не изменяем. Преображается человеческое тело Христа, предначертывая для нас то, что ожидает нас, если мы веру сохраним, течение совершим. И в послании к Эфесянам 4,13 мы находим такие слова. «Доколи все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». И вот доколе это не произойдет, процесс нашего спасения, преображения, приложения, преосуществления продолжается. Далее Иоанн Богослов убеждает нас быть святыми. Об этом третий стих. И это органично. Сначала он сказал о том, что мы должны пережить усыновление Богу Отцу через Его Сына, а Сын Его свят, и, следовательно, и самим нам надо становиться святыми. И мы читаем третий стих. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, то есть надежду, что Он всецело преобразит, изменит нас, очищает Себя так, как Он, то есть Христос, чист». Конечно, у нас нету человеческих средств для очищения самих себя. Как я часто привожу пример, каким бы совершенным не был бы хирург, он не может делать операцию на своем собственном теле, на своем собственном сердце. «Но есть Таинство Церкви». Это сверхъестественные потоки благодати, которые прилагают, преосуществляют, преображают нас еще в этой жизни земной, плотской, из состояния чад гнева в состояние чад божьих. И второе послание Петра, третья глава, с 10 по 13 стих, мы находим такие слова. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают, впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Разрушатся и наши тела, твое и мое тело, все это будет разрушено через процесс старения или через природные катаклизмы или в результате ядерного Армагеддона. Мы не знаем, как это может произойти, но Бог, который создал из небытия в бытие род человеческий, Он создал нас не для смерти, а для жизни. И даже мир, в котором мы живем, он не будет всецело уничтожен, он преобразится, он изменится, будет новое небо и новая земля. У пророка Исаии сказано, что луна будет светить, как солнце, а солнце будет светить в семь раз ярче. После призыва к святости апостол-евангелист Иоанн Богослов с 4 по 10 стих призывает нас не грешить. Как это согласовать одно с другим? Призыв к святости – это призыв очищаться, а призыв не грешить – это призыв не совершать такие поступки, такие деяния, которые могут нас очищенных через таинство церкви опять вернуть в состояние грязи греховной. И мы читаем с 4 стиха Аниши. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». И грех есть беззаконие. Этими словами Иоанн Богослов хочет нам сказать, что грех – это не частное дело, – это нарушение воли Творца. Он же Творец-Законодатель. Поэтому это не частное деяние человека, каждого из нас. Это именно беззаконие, это вызов Богу. И вы знаете, что Он явился, то есть Он, Христос, явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. О том, что Мессия возьмет на Себя грехи мира, об этом мы читаем еще у пророка Исаии, 53 глава, с 3 по 7 стих. Здесь предсказывается о Христе. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни, и мы отвращали от Него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его, но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились, каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца, веден был он на заклание, и как агнес, пред стригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. После таких строк из пророка Исаии не надо удивляться, что некоторые экзегеты называют Исаию пятым евангелистом. Именно в пророчествах Исаии мы видим такие ясные и отчетливые пророчества о Христе, которые были изречены еще за столетия и столетия до Его Рождества. Шестой стих. «Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает, всякий согрешающий, не видел Его и не познал Его». Когда мы пребываем в Нем, Христос сказал, что когда мы причащаемся Его тело, Его крови, Он в нас, и мы в Нем. Благодать Святого Причастия попаляет терния всех прегрешений, поэтому в этом состоянии мы, пребывая в Нем, а Он в нас, евхаристически, в святых дарах, мы не согрешаем в этот момент. А всякий согрешающий не видел Его и не познал Его, то есть перестал взирать на начальника и совершителя жизни. Он как бы свел свой взор со Христа и начал утопать, как апостол Петр, который шел навстречу ко Христу по водам, но потом он стал озираться и смотреть на великие, огромные волны, смотреть на ураган и, сведя свой взор со Христа, он начал утопать. Нечто подобное происходит и в жизни нашей, когда через святые таинства церкви мы обретаем святость, радость и благодать, но потом, сводя свой взор со Христа, отвлекаясь на что-то плотское, земное, заземленное, мы теряем подлинные ориентиры и начинаем утопать. Седьмой стих. «Дети, да не обольщает вас никто, кто делает правду, тот праведен, подобно, как он праведен». Правда – это справедливость. Справедливость не посягать на чужую землю, на чужое имущество, на чужую собственность и особливо на чужую жизнь. Справедливость воздавать за труд достойную награду, справедливость заботиться о престарелых, справедливость поддерживать вдов и сирот в их скорбях. Поэтому отличие праведности от правды, от справедливости – это праведность социально заостренная. Поэтому этот призыв «Дети, да не обольщает вас никто, кто делает правду, то есть у кого обострено чувство социальной несправедливости, и он реагирует на это, тот праведен, подобно как он праведен». И мы знаем, что Христос нес утешение бедным, малоимущим, больным. Далее. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Действительно, как сказано, первый человек-убийца от начала – это дьявол. Это не Каин, который убил Авеля. Это дьявол, который скрывается за каждым подобным преступлением, когда мы посягаем на собственность, имущество других людей и на саму их жизнь. для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Прежде всего, чтобы разрушить дела дьявола в сердцах у каждого из нас. Девятый стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его, то есть Христа, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Скажем прямо, это очень сложный текст для экзогетического исследования. Здесь говорится, что верующий, рожденный от Бога, он не может грешить. Но как же тот же Иоанн Богослов и другие апостолы настаивают на том, что мы все много согрешаем? Как связать одно с другим? Здесь говорится о том, что рожденный от Бога не грешит. Рожденный от Бога – это рожденный свыше. Это тот внутренний наш человек, о котором часто рассуждает апостол Павел, сравнивая его с плоским человеком, который все время стремится к Богу и все время призывает нашу совесть приблизиться к Богу. Внутренний человек – это начатки будущей вечной жизни в Царстве Бога. Он действительно чужд греху, как апостол Павел пишет. Чего не хочу делать, то делаю, чего хочу делать, то не делаю, как будто в нем тоже присутствуют два человека, один духовный, другой плотской. Беда достопочтенный пишет, мы пребываем в нем, то есть во Христе настолько, насколько не согрешаем. Здесь Иоанн говорит о видении и познании Бога, которыми праведные наслаждаются уже в этой жизни, пока не достигнут в жизни будущей видения совершенного, совершенного видения и совершенного созерцания. И без сомнения та часть каждого из нас, которая тяготеет к божественному, чистому, святому, она противостоит той части нашей самих, которая тяготеет к плотскому, гидонистическому, эгоистическому. Бесовскому. Далее отрывок с 11 по 18 стих. Здесь апостол и евангелист Иоанн Богослов настойчиво призывает нас к братолюбию. Братолюбие. Какое вожделенное слово, особенно в наше тяжелое время. Братолюбие. И долго на территории нашей страны воспевалось братолюбие, я имею в виду советский период, когда пели о том, что братских народов, союз вековой, он никогда не разрушится, и никто не мог даже себе представить, никто не мог ожидать, что этот братский союз рухнет, потому что братолюбие, не основанное на вере в Бога, это сговор ради каких-то сейминутных настроений. Когда действительно люди заключают некие союзнические сговоры, один народ с другим против третьего народа, например, или против четвертого и пятого и так далее. Таким образом мы выясняем, что подлинное братолюбие, основанное на любви к Богу и через эту любовь к Богу на любви к ближнему, это не то человеческое представление о братолюбии и братстве. например, есть такое слово братки, это слово означает криминальных авторитетов, криминально настроенных людей, которые по отношению друг к другу как члены одной семьи. Не случайно, что даже встречается такое выражение крестный отец в криминальном мире, это преступный лидер, который аккумулирует вокруг себя разные семьи, они так и называются, состоящие из братков. Но наше представление о братолюбии это совсем другое, это то, что проистекает из любви к Богу, ведь Бог создал человека по образу и подобию своему, поэтому мы не можем посягать на жизнь другого человека. И когда Бог давал заповеди Ною, там прямо сказано, что нельзя проливать кровь другого человека, потому что человек создан по образу Бога, и любя Бога, мы любим каждого человека, созданного по образу его. И мы читаем с 11 стиха и ниже, ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, от начала это значит от книги бытия, то есть от первой библейской книги, она так и называется в еврейской традиции Берешит, то есть от начала или в начале, ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, здесь прямо цитируется книга бытия, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его, то есть Каина, были злы, а дела брата его праведны. То есть мы наблюдаем в мире невозможность сосуществовать тем, которые злы, с теми, которые, я не скажу праведны, с теми, которые стремятся к праведности, ищут и взыскуют ее. Как и сказано в Библии, что желающие жить благочестиво, неживущие благочестиво, желающие, только пожелавшие будут гонимы. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего, а за что убил его? За то, что дела его, то есть Каина, были злы, а дела брата его, то есть Авеля, праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Нам действительно иногда бывает трудно понять, почему мир ненавидит нас, верующих, какой урон мы наносим этому миру. Мы же вообще дистанцируемся от политических страстей, чтобы не участвовать в коллективных грехах наших современников. Христиане это хорошие граждане своей страны, но в той мере, в какой они исполняют закон Божий, но мир не признает нас как своих. Мир всегда видит, что мы другие. Мир боится нас. Мир хочет изгнать нас. И уже несколько столетий мир греха и порока ставил вопрос о полном уничтожении христианства. Это было во второй половине 18 века, известная французская буржуазная революция. Это было в 19 веке, это было в начале 20 века, и это сейчас продолжается, когда либеральный фашизм приходит на смену коммунистическим тираниям и пытается опрокинуть всех и все в грязь безнравственности. Они ненавидят нас за то, что дела их злы, греховны, а грех это беззаконие, а мы стремимся к праведности. Мы знаем 14 стих, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Вот как можно выяснить, оторвались ли мы от греховной смерти, перешли ли мы из смерти в жизнь, это братолюбие, опять это вожделенное слово, братолюбие, это и есть проверка, тот тест, который определяет, являемся ли мы христианами или нет, и окончание 14 стиха «Нелюбящий брата пребывает в смерти». Кто-то может задаться вопросом, а кто мой брат, кто мой ближний, Библия категорично отвечает на этот вопрос, что мы произошли от одной крови, крови Адама, весь род человеческий. 15 стих «Всякий ненавидящий брата своего есть человека убийца». Здесь не сказано, что всякий убивший брата человек убийца ненавидящий брата, презирающий брата, уже человек убийца. Вспомните учение Христа из Нагорной проповеди, что всякий гневающийся на брата своего напрасно уже человек убийца. Иоанн Богослов развивает эти слова Христа как некую тему. Всякий ненавидящий брата своего есть человек убийца, а вы знаете, что никакой человек убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. В каком случае жизнь вечной может в этой земной жизни уже пребывать в нас. Давайте вспомним, что когда нас причащают телом и кровью, то произносятся слова «Во оставлении грехов и в жизнь вечную». 16 стих «Любовь познали мы в том, что Он, то есть Христос, положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев а кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия. Дети мои станем любить не словом или языком, но делом и истинною». Здесь апостол, евангелист Иоанн Богослов опять возвращается к мысли о том, что надо не только называться, но и быть чадом Божиим. А здесь станем любить не словом или языком, но делом и истинною, как любовь Божия воплотилась в истинное человечество, Христа Иисуса, так и наша вера, она должна иметь воплощение в добром, внимательном, любвеобильном состоянии по отношению к другим людям, ко всем людям, ибо Христос умер не только за грехи наши, то есть верующих, но и за грехи всего мира. Святитель Иоанн Златоуст пишет «Недостаточно прилагать труд, а нужно делать это с щедростью и беспечальным расположением, и не только с беспечальным, но со светлой и радостной душой». Вот так мы должны проявлять всякое добро в этом мире. Далее идет отрывок с 19 по 22 стих. Этот отрывок учит, как мы можем успокоить свое сердце в Боге и с Богом. И мы читаем «И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем перед ним сердца наши, ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает, все». Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди его и делаем богоугодное перед ним. Мне кажется, сейчас такое время в планетарном масштабе, чтобы люди не говорили о себе, о своей жизненной позиции, какие бы действия они не предпринимали с точки зрения той или иной человеческой идеологии, сердце, то есть совесть осуждает этих людей. И они пытаются как бы изнасиловать свою собственную совесть, заглушить ее, зацементировать, закидать камнями, чтобы никаких проблесков совести не осталось бы. Людям неудобно жить с памятью о нравственных христианских ценностях и совершать такие преступления, которые абсолютно противоположны этим ценностям и этим идеалам. Отцы церкви учились в древности, что нету более несчастного человека, как такой человек, деяния которого полностью противоречат его собственным внутренним вероубеждениям. И апостол Павел, когда он восклицает, чего не хочу делать, то делаю, чего хочу делать, того не делаю, он резюмирует, бедный я человек, кто избавит меня от этого греховного тела смерти, дьявол. Он завладел многими сердцами, он контролирует этот мир, он предлагал этот мир Христу, если Христос поклонится ему, предлагал, как то, что принадлежит ему дьяволу, является его собственностью. Далее идет заповедь веры, стих двадцать третий, и мы читаем, а заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедал нам. Обычно под заповедью мы понимаем призыв что-то не делать, например, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, и так далее, или что-то делай, почитая царь и мать, помни, день субботний и так далее. А здесь заповедь выдвигает на передний план саму веру, как некую добродетель, как некую праведность, а заповедь его, то есть Бога, та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И после этой заповеди никакие заповеди уже не нужны, как блаженный Августин восклицает, люби и делай все, что хочешь. Если ты делаешь по любви, а любовь есть совокупность совершенств, в библейском понимании ты не сотворишь зла никому. Далее апостол и евангелист Иоанн Богослов говорит о пользе, которую мы можем иметь от послушания. «И кто сохраняет заповеди Его, то есть Бога, тот пребывает в Нем и Он в том, а что Он пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал нам». А какой дух Он дал нам? Дух любви, о чем свидетельствует апостол Павел словами, «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым». Я думаю, что сегодняшняя беседа – это некий суд Божий, потому что мы касались тем, которые затрагивают в настоящее время многих и многих в это неудобное, трудное время, неудобное для спасения время. Но если Господь еще разговаривает с нами через Слово Свое, это означает, как минимум, что не все еще потеряно. Если мы еще живы, это означает и то, что еще есть какое-то намерение Божие относительно нас, ибо долготерпение его ведет к покаянию. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя. «Экзегет» гумерсид